здраво братва всевозможных полов и гендеров сегодня у нас не банальный миллиардер инфо цыган или же даже капер сегодня у нас высер аферюга с дома 2 илюши ебаров и по неведомой мне причине про его персону никто не рассказывает а на ю тубе есть всего одно разоблачение на него а илюшка у нас достоин куда большего тем более никто на все сто не раскрыл его мразотство поэтому погнали самого начала я ебаров 34-летний уроженец саратова который манит себя музыкантом шансонье и суперзвездой небезызвестного скандального телепроекта дом 2 а перед тем как рассказать вам о его мошеннических схемах о том почему по мнению вашего покорного слуги он является законченной мразотой минутная реклама а что это у нас тут а это крайне полезный канал в телеграм курсы от робина с помощью данного канала вы получите дорогостоящие эксклюзивные курсы по дизайну бизнеса программированию по многим другим направлениям совершенно бесплатно вы сможете понять насколько хорошо автор знает то чему обучает а также сможете поугарать над выступлениями а я за бизнес молодости и других известных авторов если на нем вы не найдете то чего искали заглядите на их форум шерва . pro где уже более 39 тысяч уникальных курсов 47 тысяч пользователей вы хотите большего тогда вам точно к разбойникам у них есть также торрент трекер с доступом к завершенным склаченным плюс доступ платным ресурсам таким как сервис для создания трафика дизайна постов в к instagram facebook массовый сбор ключей анализы поиск ниши среди конкурентов и многое другое форум шерва . про является лидером своей нише выкладывает топовые свежие курсы самыми первыми команда форму постоянно обновляет ссылки и достает необходимые курсы с соседних площадок специально же для моих подписчиков разбойники продлили акцию только до 13 сентября и вечный доступ можно приобрести всего за 390 рублей ссылка на канал и форум проекта находится конечно же где в описании реклама окончена начнем с характеристики илюшки что он за человек такой а человек он не простой за спиной илья имеет ворох брошенный им детей целую гору иска в свою сторону ведь илья порядочный отец и за 7 лет жизни своего ребенка он даже не попытался наладить с ним контакт и конечно же финансово никак в его жизни не участвует к 2017 году задолженность по алиментам перевалила за 100 тысяч рублей и ебарово ограничили возможность въезда за границу и действия его водительского удостоверения чтобы поглубже проникнуться илюшей и лучше его понять просто нельзя не упомянуть о регулярных изменах своим пассиям и прям любовь к их избиению ты скажи с Дашей у него был и судя по всему что это был не один раз не один раз не один раз было до встречи встречи было это 3-4 или даже более 4-3 значит во время отношений с Витой вот когда он сейчас находится он не отторжествовал и изменял во время отношений с Витой он изменял тоже изменял с Дашей тоже изменял с Дашей И после всего вот этого а это не какая-то там засекреченная архивная информация в этом знают буквально все окружение Ильи и даже простой зритель телепроекта кто за женщина в здравом уме свяжет свою жизнь вот с этим вот проходимцем исход же очевиден он просто тебя бросят а помощи не будет абсолютно никакой пожалуйста я попрошу на всю страну отстаньте от меня я не буду не на выписке ребенка я не встречу вас с ребенком а нах ты Your другие отношения у меня другая семья все но на проекте судя по усому женщины абсолютно без мозгов и Илюшка умудрился заделать еще одного ребенка. Конечно же, уже бросив его с его матерью. Это мое решение. У меня другие отношения, у меня другая семья. Ну то есть вы уже начинаете примерно понимать, что это за человек. Давайте сейчас поговорим о мошеннических схемах Ильи. Ведь о том, какой он человек со своими близкими и со своим окружением, мы уже поняли. Ну если это, конечно, можно назвать человеком. Может быть он со своей аудиторией порядочной, малой, и все для пацанов? У Илюшки в сториз периодически выползает вот такая вот реклама. Зафиксировать ее на самом деле нетривиальная задача. Наш товарищ регулярно чистит свои сториз. Но, к несчастью, аудитория Ебарова, она там появляется крайне часто. Друзья, вы мне все пишете, где заработать деньги. Ну конечно, Илюш, кому же еще писать? Ну так как же поднять бабла? Я вам кидаю ссылку для всех, чтобы можно было зарабатывать. От души душевно в душу, братишка. Вы мне начинаете писать, что это какой-то лохотрон. Какой лохотрон? От тебя, Илюш, да ты же святой человек. Это наверняка кремлеботы все пишут. Пишите, значит, мне в директ, и я вам буду объяснять, как зарабатывать... Писать, конечно же, в директ мы ему не будем. Я думаю, вполне достаточно перейти по ссылочке, которую Илья оставляет, и посмотреть, где же он нам предлагает поднять бабла. И перейдя по ссылочке, мы попадаем на очень интересный сайт, который предлагает нам каким-то образом поднять денег. Ну давайте попробуем. Ведем имя. Ну давайте. Илья Ебаров. Принять участие. Так, самый грандиозный опрос 2019 подбирает нам вопросы. Ну мы, конечно же, на них быстренько ответим. Справляемся со всеми вопросами. И сайт говорит нам, что мы заработаем аж 131 262 рубля, ответив на эти простые 6 вопросов. Но чтобы получить нам эти деньги, нам необходимо выполнить какой-то закрепительный платеж. Из нашей карты спишут 180 рублей. Как устроен этот лохотрон? Вам повесили лапшу на уши, что вы получите несметное богатство за всего-то 6 заскриптованных ответов. Ваша внутренняя хотелка уже думает, куда она потратит столь внушительную сумму. И на фоне ее платеж в 180 рублей выглядит вполне оправданным риском за возможность обогатиться. А если и кинут, ну то не обеднеет особо человек, если потеряет 100-200 рублей. Думаю, никому объяснять не нужно, что после того, как вы отправите им свои деньги, никакая монетка вам на карту не капнет. А вы просто станете очередным наивным лохом. Вообще, если приглядеться к тому, что рекламирует Илюшка, то там лохотрон на лохотроне в своей массе. Ну, хотя, если честно, я вообще там нормальной рекламы не видел, но наверняка там парочку было. Но если пробежаться по его постам, там мы найдем рекламу. Зашкварных криптопирамид, экстрасенсов. Друзья, недавно познакомилась с хорошей очень женщиной, зовут ее Аделина, которая мне помогла разобраться во всех моих проблемах, во всех моих делах. И также помогла разобраться в семейных проблемах, наладить общение со всеми своими близкими. Друзья, это... Я понимаю, может, вы подумаете, что это шарлатанка. Нет, это далеко не шарлатанка. Это очень грамотная женщина, назовут ее Аделина, которая действительно помогает людям. Не просто, чтобы денег... Да, это работает. А просто помогает людям действительно от души. Обращайтесь, ссылку оставлю ниже. То есть вы понимаете, человек, обладающий аудиторией более чем в полмиллиона человек, мелькающий по телевизору, на аудиторию более чем 50 миллионов человек, ну, если верить шоураннерам Дома-2, ведет абсолютно маргинальный образ жизни, кладет болт на общество и людей, вокруг себя. И у меня вот только один вопрос. А почему бы и нам на него не положить? А на этом у меня все. Я, братишки, уезжаю в отпуск где-то на неделе две, числа так 15-16, и, надеюсь, успею подготовить еще один ролик про одну зашкварную дамочку с Дома-2, которая не хуже, чем Ебаров кидает людей. И выйдет он в следующую пятницу, поэтому поставь колокольчик, не пропусти. Подписывайтесь на канал, оставляйте несколько комментариев, и все, давайте до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok